Это оружие, которое в 18 веке заменяло собой погоны у офицеров. Дело в том, что когда солдаты шли в бой, их офицер в руках держал такую алебарду, держал ее достаточно высоко, и таким образом в пылу сражения солдаты видели своего командира. Больше полусотни предметов огнестрельного, холодного, полтора века оружия от середины 18 до начала 20 века. Причем не коллекционного, а самого, что ни на есть, боевого. Мушкетон 18 века использовали на флоте для ближнего боя и в кавалерии. Вот, кстати, в детских книжках про старину порой рисуют ружья старинные с такими вот раструбами, как дудочки. Это имеет смысл. Пожалуйста, мы видим и здесь подобный раструб. Такие мушкетоны стреляли дробью, и раструб позволял максимально увеличить площадь поражения. Выставка откроется лишь 21 февраля, так что ящики с оружием распаковывают только сейчас. Рассказывают, везли их из далекой Тулы с огромными предосторожностями, вплоть до вооруженной охраны. В Краеведческом музее к приему важных гостей также подготовились основательно. Специально для этой выставки были у нас приобретены витрины, усилена охранная сигнализация и так далее. Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы. Наряду с древним вооружением здесь будут и пулемет «Максима», винтовка трехлинейка, а также реконструированные мундиры тех лет. Чтобы увидеть все экспонаты, нужно будет прийти уже 21 февраля. Продлится выставка до 21 апреля, после чего отправится в тур по городам России. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.